всем привет вот пятый день работы поставили мы вчера двигатель выровняли все ровно с отцом короче намучились мы тут все это блин капец приварил я как хотел сюда вот сделал все нормально но в итоге получается так что стало цеплять вариатор пришлось и переделывать все это по уровню выставлять короче вот двигатель выровняли теперь ровно стоит то есть относительно вот и вариатор ровно все стоит у нас все нормально то есть вот все держится все хорошо теперь надо придумывать вот эти вот подушки вот уголок помните я наварил да на плиту сделал уголок такой вот сварочный шов у меня конечно заставляет желать лучшего потому что опять не было электричества приходилось тут варить кое-как сварка не разжигается электрот вот но нормально с той стороны еще пропек потом тут надо вот все сделать сюда вот тут доска была под этом под этим уголком доске лежала коробка когда мы выставляли это все вот теперь и вот так вот две резинки на место доски на толщину доску на толщину доски две резинки тоже транспортерная лента вот и надо сейчас сделать и надо сделать два кусочка металла болтом приварены к металлу и потом с этим выдвигать уже выставлять и металл приваривать кроме так будет проще но все делаем дальше потом покажу что ребят первый запуск сейчас будет прихватил я все выровняли ремень вот эти прихватки визит поставил тут вот так коробка стоит на подушках транспортерной ленты ремень поставили все выровняли вроде как нормально не знаю но вроде как пока нормально то есть еще прикатается ремень потом можно будет еще подрегулировать вот тут пока просто поставил не прижимал вот так он будет стоять но он не вот так вот сделал ну что показать вам как он заводится покажу такой вот и зажигание на вкл ставим так обогатитель дергаем а 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 Батя у меня тут подошел, помогает, хе-хе-хе Мукат катат, пока! Что обороты? Еще надо уметь, чтобы обороты Пока все Ну все, добились того, что все ровно ходит Все, я тут протек немножко так вот Опять напруги нету, сварка еле берет Тут пока прихватил Тут вот так вот все Сейчас кардан померил вот эту вот длину Примерно сначала Режем кардан, отрезаю эту часть лишнюю Потом флянец буду отрезать и потом сращивать все Вот так вот пока Ну вот решил вам поснимать немножко Сейчас обрежу кардан И буду его сращивать со флянцем Хотят чуть-чуть Чтоб было что посмотреть Не знаю Не видно так-то В каких условиях приходится работать? Жара! С� 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 Ш С� А runner Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Настучать сюда Получится центровка И обварить И новый кардан готов Вот надрезали, сейчас будем ее отрывать Сейчас надо зубило взять только Берем зубило и молоток И начинаем Снимаем Вот видите, получается вот так вот Сейчас надо подрезать еще И отрываем Вот эту часть Вот То, что нам нужно Контровочная втулка Все Теперь занимаемся примеркой Стихуем вот этот кардан Стихуем вот этот кардан Стиховали Завстукиваем вот эту втулку сюда Идем мерить Видите, как она плотно налаживает Просто нужно Видали, да? Ну плотно пока не будем сажать Потому что сейчас пойдем Примерим Длину Угадаю я длину Если что, придется еще вот эту трубку Орежать Вот, смотрите, что дает примерка нам Видите, да? Еще много Трубы Знаешь, надо вот на эту часть Сейчас померяю рулеткой И отрезать Вот на эту часть Ну чуть больше Там плюс еще шлицы Они ходят у нас в коробке Сейчас, короче, отрежем Посмотрим, сколько получится И буду вам показывать опять Как я тут режу Не знаю Одному хреново снимать И делать вездеход Сейчас я рулеткой померю Менейте, сколько там надо Так Выковачиваем обратно И отрезаем 8 сантиметров Вот этой трубы Так Смели 8 сантиметров Нужно 8 сантиметров Режем Режем, режем, режем Все Начинаем обрезать Вот такой вот корданчик Отрезали Отрезали Теперь сюда Ласпетиваем опять Вот эту часть Насаживаем ее сюда Отрезали Пошло Оно 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 Видите, дошла, она ходит со всех сторон. Сейчас пробуем ее. Снова. Ну все, с длиной кардана я угадал. Вот тут будет подвесной стоять, а вот кардан. Тут будет стыковаться. Все, осталось только обварить. Наш кардан готов. Вот так. Так как-то он будет у нас идти. Так что нормально. Сейчас померю еще и потом обвариваем. Будем сейчас обваривать кардан. Если электричество нам позволит. Глаза. Не знаю, ребята, не глаза. Зачистить забыл. Привык к обычной сварке. Глаза. 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 галана. Глаза. 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 Теперь точно закрывайте глаза. Получился кардан. Сейчас сделаем. Крепление подвесного подшипника. Сейчас просверлю два отверстия и делаю шпильки. И потом будет крепиться подвесной подшипник кардана сюда. Сейчас буду сверлить. Разметил. Сейчас просверлим. Сверлим. Одно есть отверстие. Одно есть отверстие. А второе. Одно есть отверстие. Одно есть отверстие. Продолжение следует. Сейчас сюда вставляем болты. Обвариваем шляпки и будут сверху просто гайки накручиваться. И все. Пока выключу, пойду болты искать. Ну вот теперь вот два болта нашел. Сейчас обварим. Будет у нас крепление подвесного подшипника. Воза. Воза. Опять нет напряжения. Воза не варит. Надо ждать напряжения. Вот так вот бывает у нас. Причем не то, что бывает, а постоянно. Постоянно вот так. Батя уже не терпится покататься. А потом вспомню, что в редукторе масла нет. Так что никуда еще сегодня не поедем. Нету. Нету напряжения. Сейчас пойду посмотрю, скажу сколько вам напряжения. Пойдемте со мной сходим. Смотрим. 180 где-то вольт. Судя по сварке. Судя по сварке. Напряжение 190 180 вольт. Видите, не варит аппарат сразу видно. Ждем 200 хотя бы. 189. вообще вот время это отнимает блин пипец ну давай 200 и пошли варить осталось-то тут более фигня иду чайку короче его пью 176 выду чай пью потом выйду через минут 10 лучше изменится пока нет смысла говорить только на 3 больше нечего а кататься-то очень хочется передать и на другую а Поехали! 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 Конец пятого дня работы, пятого, да, пятого дня работы. Или уже шестого, я уже, честно говоря, запутался. Вот, может, шестого дня работы. Короче, результат у нас такой. Все установили, все вымерили. Вариатор, коробка, ремень снимается, надевается, место тут оставили. Отцентровали ремень, вариаторы ровно ходят. Все хорошо. Сделал я кардан. Сделал я подвесной, вот тут вот будет стоять. Поменял крестовину, новые поставил. Эти хорошие были, я смазал. Короче, просто. Тут нормально Ниловская, тут две Жигулевские. Вот, что еще? Масло в коробку залил, надо будет купить масла, не хватило. ТА-17, туда тоже в мост надо сделать ТА-17 и закрутиться пункт. Так что, пока вот так. Все пока так. Потом это надо все будет снять, не обварить. Но это на следующих выходных. Ну все. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...